Привет всем мои дорогие друзья, сегодня с вами снова я, Владимир, сегодня у нас очередная пятиминутка Такая новая рубрика, почему мой ПК тормозит и что с этим делать, где я буду разбирать различные причины и следствия В ходе чего мы выясним, какая сейчас причина влияет на производительность вашего компьютера У нас собралась уже очень большая база, судя по тому, что напишут люди вконтакте, каждый с этим сталкивается, но не каждый знает, как решить ту или иную проблему В моем случае, да, сегодняшняя пятиминутка, вот этот компьютер, с которого я снимаю видео, это старый компьютер, мы его покупали на первом курсе 2007 года выпуска, очень старый ноутбук, но исправно функционирует последние 13 лет в качестве домашнего сервера 19-й год, сейчас у нас 8-й месяц, поэтому я говорю 13 лет В каком плане сервер? Я на нем не печатаю, не работаю, не смотрю фильмы, не ч**, прям рабочий, без прямого контакта И любые, получается, изменения в производительности, они ощущаются очень резко В том плане, что я регулярно очищу автозапуск, регулярно проверяю фоновые службы, что-то где-то отключают для того, чтобы быстрее и быстрее он работал То есть, чуть-чуть понижение производительности, ага, надо его почистить, посмотреть, что не так А тут у меня прям ощутимо упала производительность, при том, что у меня, в принципе, на этом компьютере, как я уже сказал, на нем поставила крест Это моя рабочая машинка, здесь у меня все обновления отключены То есть, полностью ничего не обновляется, вот все работает по принципу, как есть И вот смотрите, а сейчас, бац, и производительность упала прям резко, вот резко, ощутимо Я долго разбирался, в чем дело, полез в интернет, в гугл, ну, даже я не знал, что вообще тут изменилось, что не так Вот, и стал читать про производительность Spectre и Meltdown, потому что вот один парень тоже на форуме жаловался, что компьютер резко начал тормозить При том, что у него все было хорошо, но он обновился Я не обновлялся, но думаю, дай проверю Есть такая утилита, называется Inspector, да, Spectre, Inspector, вот смотрите Spectre и Meltdown статус Эта программа определяет, установлены ли в вашей системе патчи безопасности, для того, чтобы блокировать уязвимость Meltdown и уязвимость Spectre Что это такое? Ну, вообще, в начале 2019, в конце 2018 года, бац, патчи безопасности, Meltdown и Spectre Но, Performance, это раздел производительности И у меня написано Good, то есть на моем компьютере эти патчи никак не влияют на производительность Потому что компьютер работает идеально, процессор новый и все как бы супер Здесь выпуск 2007 года Здесь процессор ни разу не клевый, ни разу не крутой И на нем вот эти патчи безопасности, которые ограничивают производительность процессора Ну, то есть отключают скорее ряд его функций, тем самым ограничивают его производительность То есть, да, как бы тут вариант такой Либо отключить патч безопасности и быть уязвимым к атакам Либо, как бы, терпеть вот эту минимальную производительность Но, в принципе, что дает вот эта уязвимость? Зломышленники могут украсть ваши личные данные Могут украсть вашу платежную информацию, если вы храните ее на компьютере Либо совершаете какие-то транзакции Этот компьютер используется, как, проще говоря, у меня дома Как обычные маршрутизаторы Которые просто соединяют между собой различные гаджеты И я через него потребляю контент из сети Ну, плюс, еще раз говорю, могу что-то хранить Но, опять же, эти игры, ну, это как бы можно опять скачать с серверов Там, PlayStation, либо с Apple То есть, не так это важно для меня Я ничего через него не покупаю И регулярно на нем не работаю Он постоянно включен, но живет своей жизнью Что мы с вами делаем? Мы отключаем Mildown Protection Нам говорят, что не получается Потому что эту программу нужно запустить с правами администратора Мы сейчас это сделаем И попутно хочу сказать, что Windows 10 система отключения вот этих вот патчей Несколько другая Там нужно использовать PowerShell Через, получается, терминальные команды Если у вас Windows 10 Просто в описании под этим видеороликом будет ссылочка на мою статью в Дзене Потому что на свои десятки я отключать не буду Там с производительностью все хорошо А эти патчи никак не влияют Поэтому, ну, как бы лишняя галочка, что ты protected Меня как бы устраивает Запускаем это имя администратора Жмем на кнопочку Disable Mildown Protection Ждем какое-то время Все, она отключена Почему какое-то время нам сейчас нужно будет перезагрузить компьютер Итак, давайте посмотрим, что у нас поменялось Заходим на FTP-сервер, где хранится этот файлик Темп Ну, надо, кстати, бы еще дефрагментацию сделать Видно, что много еще закачивали Много еще удаляли Все С производительностью никаких проблем нет То есть, ну, теперь Вот теперь, если какие-то тормоза будут То нужно мне искать причинно-следственную связь С вами был Владимир Подписывайтесь на канал, комментируйте Если у вас есть также проблемы с производительностью Мы сейчас собираемся через Яндекс.Формы Сделать опросник для того, чтобы сделать Большой просто FAQ По решению ваших проблем То есть, поддерживайте меня Делитесь данным роликом Ставьте лайки Донатьте нам Почему нет Увидимся Всем пока И до скорых встреч Если у вас Windows 10 В описании есть инструкция Как это сделать Ссылочка на наш Яндекс.Дзен Всем пока